Всем привет! Сегодня мы продемонстрируем вам увеличенный станок по металлу серии Cutter CH в закрытом кабинете. Станки серии CH с рабочим полем 400 на 300 миллиметров пользуются большой популярностью у наших клиентов благодаря высокой точности и жесткости. Однако его существенным недостатком является маленькое рабочее поле, которое сильно ограничивает его применение для более крупных деталей. Поэтому мы решили расширить линейку этих станков, увеличив размер рабочего поля вдоль оси игрок в два раза. То есть теперь размер рабочего стола будет 400 на 600 миллиметров. Кроме того, мы разместили станок в закрытый кабинет, чтобы облегчить работу с ним. Теперь стружка и СОЖ не будут разбрасываться по сторонам, лететь в лицо оператору и так далее. А в помещении будет чище и тише. Кабинет внизу имеет поддон для сбора СОЖ и стружки, которые попадают в выкатной бак, где производится фильтрация и повторная подача на фрезу. В верхней части кабинета есть три двери. Передняя предназначена для непосредственной работы на станке, то есть чтобы крепить и снимать заготовки, устанавливать фрезы и так далее. А боковые предназначены для обслуживания узлов станка, то есть чтобы смазать каретки, почистить направляющие и прочее. Для облегчения транспортировки и чтобы было проще занести станок в помещение, верхняя часть кабинета является съемной. Причем она снимается не обязательно через верх, ее можно снять выдвинув вперед, поскольку задняя стенка отделяется. В этом случае высота станка, вернее верхний габарит станка со станины будут значительно меньше, и его можно принести через какой-то низкий проем, загрузить в низкую машину и так далее. Станок продается в двух вариантах исполнения, в кабинете и без него. Исполнение станка в закрытом кабинете особенно хорошо подойдет для использования в учебных целях для школ и колледжей. Этот станок идеально подходит для обработки цветных металлов, потому что он точный и достаточно жесткий. Однако при желании на нем можно обрабатывать и черные металлы. Для этого мы увеличили ширину вертикальной бабки и заложили возможность установки 3-х киловаттного шпинделя с номинальной частотой вращения 9000 оборотов в минуту, который имеет больший момент на валу при частотах вращения, подходящих для обработки стали. Кстати, для обработки алюминия я рекомендую устанавливать также 3-х киловаттный шпиндель с номинальной частотой вращения 24000 оборотов в минуту, как сейчас установлен на этом станке, поскольку он гораздо более производительный, чем 2-х киловаттный. Мы это демонстрировали в одном из прошлых видео на станке Cutter SR, когда резали МДФ фасонными фрезами. Обрабатывать цветные металлы с ним тоже будет гораздо легче. Пример работы вы сможете посмотреть в одном из следующих видео, поэтому не забывайте подписываться и следить за выпусками. В качестве дополнительных опций к станку вы можете приобрести поворотную ось, вакуумные присоски, вакуумный стол в размеры рабочего поля, а также установить шаговые двигатели с энкодером. Теперь, чтобы не быть голословными, мы продемонстрируем вам точность этого станка. Для начала мы прокатимся по поверхности стола. Мы таким образом сможем померить как бы суммарное отклонение от прямолинейности и параллельности изготовления основания, комплектующих и самого стола. Как видно, что отклонения получились здесь в пределах трех соток, но если проездить весь стол, то получится где-то около трех соток. Мы таким образом промерили отклонение от прямолинейности и параллельности при перемещении вдоль оси игрок. Давайте теперь померяем то же самое для оси Х. Поскольку на столе есть Т-пазы, которые помешают нам это сделать по поверхности стола, мы будем использовать поверхностную линейку. Вот это поверхностная линейка первого класса точности. Мы ее будем устанавливать на концовые меры длины. С одной стороны 3 мм, с другой стороны будем использовать спаренные концовые меры длины 2 и 1 мм. Как видите, отклонение не превысило 5 мкм. Для измерения взаимной перпендикулярности осей Х и У воспользуемся равным уровнем. У нас получились цифры в пределах 5-6 мкм. Теперь померяем перпендикулярность перемещения вертикальной бабки по оси Z к рабочей поверхности стола. Для этого устанавливаем равный уровень непосредственно на саму поверхность стола. И измерения будем производить в двух плоскостях X-OZ и Y-OZ. Получилось 2 сотки на 120 мм рабочего хода. Здесь получилось в пределах одной сотки. То есть станок получился достаточно точным, чтобы делать детали из металла, точность которых соответствует наиболее широкому спектру потребностей в машиностроении. Если вас интересует цена или вы хотите сделать заказ, переходите по ссылке в описании. А на сегодня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok